Личная жизнь царя была такой же запутанной, как и его политика. После смерти первой жены Анастасии Романовны и второй княжны Марии Тимрюковны, он выбрал жены Марфу Собакину, которая прожила после венчания только 15 дней и умерла по неизвестной причине. В 1572 году царь заставил духовенство разрешить ему четвертый брак. Ведь обычно уже третий брак церковью не одобрялся. А затем и пятый. Но Иоанна Колтовская и Иоанна Васильчикова были пострижены в монахини. Василиса Мелентьева, очевидно, законной женой вообще не была. Последней царицей стала в 1580 году Мария Нагая, которая родила царевича Дмитрия, скончавшегося при невыясненных до конца обстоятельствах. Но и незадолго до смерти Иван Грозный строил новые планы. Он отправил в Англию специального посла, дворянина Федора Писемского, чтобы просить у королевы Елизаветы руки ее родственницы Мэри Гестингс.